Йоу, народ, всех приветствую! Тут у нас появился новорождённый панда WoW X100, поэтому появляюсь и я с моим гайдом пвпшным на ВВ Монаха. Монах, танцующий с ветром. Погнали смотреть. При выборе расы я всё-таки рекомендую вам упираться на ваш личный вкус. Это вам, кто больше нравится, по лору там, я не знаю, чисто визуально, за ту расу и бегайте, за ту расу и играйте. Конечно, можно бегать хоть за Пандарена, хоть за Таурена, за такого бы чару-монаха, но если вы хотите максимизировать импакт от расы, чтобы монах раскрылся вот прям полностью, да, в пвп, тогда, естественно, нам за Альянс подходит больше всего человек, за Орду больше всего подходят орки. Люди выбираются за счёт прекрасной пассивки на повышение мастерства при использовании ударного оружия и мечей, но это не так важно, главное, это активка людей, которая позволяет эффекты стана с себя снимать, руты с себя снимать, и это позволяет нам не носить с собой тринкет, который делает, по сути, то же самое. Мы его заменяем на какой-то боевой или на защитный тринкет. Орки же считаются лучшей расой за Орду, поскольку у нас есть прекрасная активка на повышение нашего бурста, так сказать, мы её прожимаем, увеличиваем физический урон, соответственно, наши спылы бьют больнее, и наш бурст тоже будет больнее. Повышенная невосприимчивость к оглушающим эффектам, там, по-моему, на 15% пассивно режутся все станы, которые у орков закидывают. Ну и также есть повышенный показатель мастерства при использовании топоров и кистевого оружия, то есть как раз-таки то, что монахи и используют. Итак, народ, давайте пробежимся с вами по талантам. Значит, смотрите, в первом тире я всегда топил за подвижность. Ну типа три кубырка гораздо прикольнее, чем два, логично-логично, но при этом ещё каждый заряд на 5 секунд быстрее кэдэшится. То есть каждый наш заряд гораздо быстрее приходит в боевую готовность, так сказать. Но при подвижности нам не хватает часто возможностей каких-то задиспелить с нас руты, с чем нам помогает тигринное рвение. Кэдэшится всего лишь 30 секунд, целые 6 секунд ещё действует, то есть 25 секунд всего лишь мы без эффекта, да, бегаем. Но при этом самое-то важное в этой способности то, что на диспеле труты. Нас зарутали, я не знаю, корни, маг там какую-нибудь ледяную свою волну пустил. Всё, можно задиспелить тигринным рвением. И очень часто этого не хватает, поэтому я всё-таки для арены советую использовать тигринное рвение. Для, допустим, БГ в целом можно и подвижность брать. На втором тире вообще не паримся и берём волну Ц однозначно. Просто слишком много от неё импакта вылетает, ну как бы я не знаю. Каждая тычка дамажит по двадцатке примерно и восстанавливает по 15 тысяч хп. Вот, можно критануть на 40, восстановить. Это нонсенс, это нонсенс. Тир 45-го левела, по сути, тоже выбор без выбора, я не знаю. Величие духа гораздо сильнее, чем альтернативы. Ну вот, например, усиливающие удары. Раз в 20 секунд, тыры-пыры-пыры, позволяет накопить дополнительно одну единицу энергии Ци. Во, спасибо, просто во. Ну, а двор Ци, типа, тоже такое себе, я не знаю. Два зарядок и дэш за 45 минут, нам это не надо. И величие духа. Прикольно то, что увеличивает максимальный запас энергии Ци на одну единицу, но это не так важно. Главное, это то, что скорость восстановления энергии повышается на 15%. Это как раз таки то, что нам нужно раскачивать, по сути, скорость восстановления энергии. И в таланте плюс 15%, прям конфетка. Наконец-то мы добрались до интересных тиров по талантам на самом-то деле. Короче, 60-й левел, тир, круг мира. Очень ситуативный талант, но его можно в целом брать и даже серьезно так использовать. Например, когда вы играете против разбойников, понимаете, что вот одна цель, ваш союзник, например, вот это вот ваш лекарь, да. У него нет ринкета, я не знаю, куда он его потратил. Словил сапф или фуловый блайнд, и вы понимаете, что сейчас по вам будет заезд от разбойника. Просто ставите круг мира, ставите круг мира, и у вас есть 8 секунд, по сути, которые могут спасти вам жизнь. Они буквально могут спасти вам жизнь. Несущийся бык — это чисто талант под БГ, я так понимаю, который может просто всю пачку врагов пробежать и застанеть на 3 секунды. Но это нам не особо интересно. Для арены, конечно же, чаще всего, ну вот 99% случаев, да, используются круговой удар ногой. Двойной стан в радиусе 5 метров, который глушает цели на 5 секунд. Это просто манна небесная, я не знаю, можно всю пачку. Короче, как только вы видите, что два ваших врага, если это двойка или тройка, да, собрались в одну кучу, просто вкатываетесь туда, я не знаю, либо на ударе летящего змея, либо на кувырке, и чисто ебашите их ногой по кругу, чтобы каждому прописать так вот в рылостан на 5 секунд. И все, они будут просто АФК сидеть. Значит, смотрите, на 75-м левеле тоже есть небольшой выбор. 90 на 10. В 9-ти случаев из 10 мы берем целебные эликсиры. Максимально сильный талант, очень имболый, на самом-то деле, если так покопаться. Мы во время боя постоянно бухаем. Будоражащие отвары, я не знаю, вот отвары с тигриной силой мы все время пьем, поэтому ХПшка просто летит, летит вверх, вот так вот пассивно хилится, когда мы пьем эликсиры, ну и плюс, если у нас здоровье падает, тоже будет хилить пассивно. Это вообще очень сильно. Но иногда, если вы понимаете, что против вас играет очень противный кастер, который много магии на вас накидывает, очень много доток, или, не дай бог, против вас 2 кастера играет, это вообще смерть на монахе, на самом-то деле на ВВшнике, но тем не менее, тогда, в общем, распыление магии прекрасно вам помогает. Да, КД долговатый, полторы минуты, но все-таки уменьшают урон магический на 90%, и все дотки, все отрицательные магические эффекты переносят на противника обратно. То есть это прям круто. Добрались. 90-й тир, последний левел. Смотрите, здесь в чем фишка. Во время вашего бурста вы не можете нажать танцующий журавль, потому что во время применения этого заклинания другие касты вы нажать не можете. Но, если мы берем порыв нефритового ветра, тогда во время его действия можно спокойно нажимать другие кнопочки. Вот мы нажали порыв, и можно в это время просто бьем. Он у нас висит еще некоторое время, и мы в это время можем спокойно дамажить. И продлеваем, и продлеваем, и бьем, и нажимаем все наши кнопки в это время. Поэтому, чтобы максимально много урона внести в бурст, чтобы прям постоянно туннельно дамажить цель, не прерываясь нигде, и максимизировать свой дэмэдж на время действия вот этого бурста, берется порыв нефритового ветра. Но в целом он не всегда вам нужен. И если вы и так без него спокойно справляетесь, потому что он еще нам позволяет накопить одну энергию ци, и если вы и без него спокойно с ци своей работаете, тогда можно брать тигра. Призыв белого сюэня, соответственно. Он у нас идет уже как бы дополнительный, просто так же его призываете, он просто сам там бегает, дамажит постепенно цель, и вы в это время без использования танцующего журавля спокойно дамажите и бурстуетесь. Но уже без раскрутки, потому что, опять же, во время ее действия нажимать другие способности нельзя. Чаще берут, конечно же, порыв нефритового ветра, чтобы не быть привязанным к кулдауну. В сюэнь к дэшится 3 минуты. То есть, если вы его призвали, противника за это время не убили за 45 секунд, то все, потом у вас его, считайте, на 2 минуты просто нет. И как бы отказываться на 2 минуты от дополнительного дэмэджа за счет порыва нефритового ветра, его не очень хочется. Поэтому все-таки все берут порыв, с ним бегают и спокойненько дамажат дополнительно за счет его действия постоянного. Можно пока до его использовать. Набор символов у нас практически никогда не меняется. Большие символы — это закон кармы, смертельное касание и символ паралича. Если вам не нужно использовать паралич, но это, не знаю, только дуэли какие-нибудь, даже на БГС паралич используется, тогда берете спасительную сферу. Но вообще, вот паралич, смертельное касание и закон кармы. Малые символы просто можете использовать, я не знаю, на смену визуала, как я вот, допустим, делаю. Удар восходящего солнца, чтобы был белым. Дзуки, чтобы кастовалась всегда рукой, а не оружием, которое вы носите. Единственное что? Символ нокаутирующего удара. Вот этот символ малый. Можно использовать, можно не использовать. Смотрите, как вам удобнее. В чем фишка? Наш нокаутирующий удар. За спиной цели, если мы его наносим, дополнительно 20% дамага предоставляет. Но если мы бьем в упор, если мы его так вот в лицо обьем цели, тогда он нас хилит на 20% от нанесенного урона. Если вам не хватает хила, символ не используем. Но если вам нужно именно больше дамажить всегда, тогда берем этот символ. Он позволяет нам именно отказаться от отхила и всегда дамажить на 20% больше. Про чарки и про камни. Давайте не будем про каждого отдельно говорить. Это сильно долго и в целом незачем. И так понятно, что каждая чарка и камень делает. Я покажу, что у меня используются, какие чары, какие камни я засунул в сокеты. Можете просто скопировать и использовать все, что у меня есть. Единственное, о чем стоит отдельно сказать, это вот то, что у меня на орке используются тринкеты стандартные. Один. Это вот медальон жестокости, который нивелирует станы, снимает с нас все эффекты. Если мы играем за человека, этот жетон мы снимаем, и можно накинуть жетон, который увеличивает либо силу атаки, либо дает нам дополнительное хп. В общем, смотрите по вашему геймплею. Чего вам не хватает? Выживаемость или урона тот сокет. И ставите вместо вот этого тринкета на антистан. Плюс по профессиям, смотрите, нам нужно вкачать партняжное дело и инженерное дело. Партняжку мы качаем, чтобы мы смогли зачарить наш плащ вышивкой в виде рукояти меча. Вот ее бафы просто кидаем на плащ. Инженерное дело мы используем, чтобы зачарить наши перчатки нейронными пружинами. Это, по сути, дополнительный баф, дополнительный бурст, который мы прожимаем одновременно с нашей расовой пассивкой, если мы орки. С расовой активкой, точнее. Просто предоставляет нам баф на увеличение ловкости на 2000 почти. Это очень много. Это прям до хрена. Итак, народ, мы с вами добрались до бурстовой ротации, которой, по сути, у монаха как таковой и нет. Но, тем не менее, существует определенная последовательность кнопочек, при нажатии которой максимальная вэлью и максимальный дэмэдж достигается. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Вообще, существует у нас три основных забафа, которые мы можем именно поражать, чтобы увеличить наш дэмэдж, наш бурст. Это отвар тигриной силы, соответственно, чарка на перчатку, которую мы за счет инженерки сделали себе, и если мы орки, это еще кровавое нистовство. В общем, все вот эти три штуки стоит нажимать прямо во время бурста или перед бурстом, чтобы максимизировать дэмэдж. Это все понятно. Как же выглядит бурстовая ротация? Я вот кнопочки расположил в порядке прожимания, скажем так, чтобы прям все визуально, наглядно было понятно. Мы раскручиваем порыв нистового ветра, и он нам никак не мешает во время его действия нажимать все остальное, поэтому не забываем, что его можно крутить, по сути, по кулдауну постоянно в нем находиться. Лишние цифры, не лишние цифры. Потом, когда мы начинаем подбегать к нашему противнику, стоит закинуть в него волну цы. Да, она может нам пригодиться, чтобы отхилиться, но кд у нее не такое уж и большое, всего лишь 15 секунд, поэтому, когда мы понимаем, что вот он противник перед нами, мы раскручиваемся, и пока к нему подбегаем, закидываем еще волну цы. Все, и она начинает скакать между нами и противником. Нас хилить, его дамажить. Вот, это два основных спала, которые мы закидываем как бы до прям прямой схватки с соперником. Что у нас идет дальше? А дальше, скорее всего, нам стоит поражать все наши бафы, которые активны в данный момент. И, смотрите, за счет зуки мы копим энергию цы. После применения зуки мы нажимаем лапу тигра, чтобы получить баф на игнорирование 30% брони у противника. И дальше мы уже начинаем его дубасить ударом восходящего солнца, чтобы получить еще один баф. Наносит цель вот жестокую рану на 10 секунд, снижающая эффективность любого получаемого ее исцеления. То есть, его хилить будет сложнее. Сам он хилится, тоже будет не так эффективно. Еще раз дзуки. Удар нокаутирующий. Еще раз, скорее всего, нужно будет нажать дзуки. И потом уже низ твоими кулаками можно прям вот финалочку так добить его, доубить. По сути, все. По сути, все. Давайте посмотрим, что у нас это получается. Вот мы прожимаем бафы, раскручиваемся, кидаем волну, подходим дзуки, лапа тигра, можно еще раз дзуки, удар восходящего солнца, нагоклаутирующий удар, выпили, чтобы, ну, короче, бухнули. Где у нас этот баф-то? Вот он. Отвар тигриной силы, еще раз дзуки, если не хватает серии приемов, и низ твоими кулаками просто долбим под стан, основной наш дамаг выписываем. Что хочется еще отметить? Вообще, по идее, буря, земля и огонь должны нам помогать в нанесении урона. Мы призываем, допустим, двух духов, и они суммарно вместе с нами должны по итогу наносить дэмэджа больше, чем если бы мы в соло били цель. Даже два духа должно бить больше по итогу, суммарно, да, больше наносить урон должно. Но, этот спелл очень багнутый, максимально багнутый. Вы один раз можете проверить, у вас будет больше урона. Потом еще раз нажмете, у вас будут, духи вообще бить не будут. Потом, допустим, они будут бить, но суммарный дэмэдж будет меньше, чем от вас одного, который у нас ходит. Поэтому, если вы не хотите отдаваться богу рандома, скажем так, и прям полноценно дамажить без каких-либо вот таких вот дополнительных параметров, которые могут плавать, тогда бурю, вот эту вот землю и огонь мы не используем. Очень бы хотелось, конечно, потому что, ну блин, два духа должны больше давать урона. Но, по факту, из-за бага какого-то не всегда это получается. И лучше просто бить одну цель в соло. Поэтому не забываем. Прожимаем все три бафа, раскручиваемся, пока подбегаем, закидываем волнуцы и пошли. Дзуки, лапа тигра, удароследующего солнца, дзуки, лапа, дзуки, нистовые кулаки. Все. У цели пол лица или вообще весь его хп-бар улетел. Добиваем за счет смертельного касания. Также можно круговой удар ногой выдать, чтобы законтролить, допустим, соперников, если они все в кругу ну и также можно, допустим, еще дополнительно, прям если чуть-чуть не хватает урона, вам как-то нужно что-то поражать. Удар летящего змея наносите урон довольно неплохой он выписывает. Ну такой типа дополнительный, если прям нечего нажать больше другого. Как-то так. Несколько десятков тысяч голды я разыграю на WoW SiriusX5, как только на данном канале будет 5000 подписчиков. Поэтому переходим в Телеграм, чтобы данное событие не пропустить, в нем принять участие и все у вас будет в шоколаде. Плюс не забываем про мой второй канал, где я играю во все, кроме WoW. Переходим, подписываемся.